Мурманский областной драматический театр откроет двери. В нем состоятся новогодние представления для детей. Об этом Андрей Чибис сообщил на еженедельном оперативном совещании. Также в правительстве рассказали о том, какая культурная программа ждет жителей региона этой зимой. И сообщили о планах направить в следующем году больше денег на соцразвитие области. Губернатор Мурманской области начал оперативное совещание с нескольких важных объявлений. Андрей Чибис сообщил, что с 14 декабря детские утренники в регионе будут проходить с участием гостей. Правда, в целях безопасности пускать на представление вместе с ребенком будут лишь одного из родителей. Мы разрешили посещение, но единственное, что может быть только один представитель от ребенка, один представитель от семьи. Вот такое ограничение нам придется сохранить. А само мероприятие можно будет проводить в рамках одной группы, либо в детском саду, либо одного класса в школе. В очном формате в этом году пройдут и губернаторские елки. Что особенно важно, состоятся они в Мурманском областном драматическом театре. Планируется, что елки посетят 3,5 тысячи детей. 3,5 тысячи юных северян, наших детишек, первыми попадут на 12 представлений. И что важно, что эти представления будут проходить в нашем драматическом театре. Вот реконструировано, поэтому первыми, скажем так, посетителями станут детишки Мурманской области, увидев драматический театр на новогодних юрах. Всего же этой зимой, отметили во время совещания, состоятся около 600 культурных событий. Планируется, что их посетят более 54 тысяч жителей области. Полный список представлений и концертов можно найти на сайте Министерства культуры Мурманской области. Обращаю ваше внимание, что количество проводимых мероприятий по сравнению с предыдущими годами увеличено в два раза. Это сделано для того, чтобы соблюсти все антиковидные требования и при этом подарить праздник максимальному количеству юных северян. Мы соблюдаем 50-ти простендную шахматную рассадку в зале, поэтому количество посетителей на каждом мероприятии составит не более 300 человек. Еще один важный вопрос – проблемы с отоплением в Печенском округе. Андрей Чибис работал там на минувших выходных. Поводом для инспекции послужили многочисленные обращения жителей округа. Они сообщали о низкой температуре в квартирах. Информация подтвердилась и теперь людям, которые не получали коммунальную услугу на должном уровне, сделают перерасчет. Также во время оперативного совещания губернатор поблагодарил депутатов Мурманской областной думы за конструктивную работу. На прошлой неделе парламентарии приняли бюджет на следующий год. Согласно документу, на социальное развитие региона направят 79 миллиардов рублей, что на 9,5 миллиардов больше, чем в этом году. Также более 14 миллиардов рублей будет выделено на капитальное строительство.